МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Не высказать. Наши фиги продолжает программу «Народная трибуна». Павел Черновосов. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Мы сегодня уже касались темы трагических событий в Лас-Вегасе. И к концу часу, к концу программы у людей, так сказать, было желание высказаться, позвонить в эфир, но уже времени не осталось. Я думаю, что нам следует вернуться к этой теме. Может быть, какие-то новости появились, может быть, какие-то новые факты, новые объяснения. То есть, эта тема еще долго будет занимать умы и чувства людей. Поэтому давайте вернемся к этой теме. Давайте. Я думаю, это очень интересный предмет для разговора. И, кстати, когда радиослушатели будут звонить, будет интересно послушать, что именно они думают. И знаете, Сергей, по моему мнению, причина появления такого огромного количества слухов, сплитен, догадок, предложений, домыслов и всех прочих, чистых правды или истинных слов, поскольку мы не знаем искренне, как бы вы этого человека пойти на террористические преступления. А у нас нет этих доказательств, поскольку люди, которые ответственны за проведение расследования, молча, брали воды в рот. Возникает сразу вопрос, с какой целью они это делают? Ведь чем дальше продолжается расследование, даже не расследование, а отсутствие хоть каких-либо комментариев про украинственных органов, тем больше у людей появляется домыслах и слухов. Например, я читал в СМИ предположения о том, в интернете предположения о том, что это может быть неудавшаяся секретная операция ФБР. Представляете, какие домыслы? Что, дескать, ФБР хотели учинить надуманные террористические акты, что это пошло не так. Ну, то есть откровенная конспирология такого, знаете, ядреного закала. Есть предположения о том, что он был радикализован ГИЛом, или, может быть, Аль-Каидой или Талибаном. Есть предположения о том, что, возможно, это было влияние каких-то психологических, психотропных препаратов, поскольку у нас нет четких доказательств. Поэтому отсутствие каких-либо объяснений это дает о себе знать. Что стало известно, по словам шерифа, который дал какую-то пресс-конференцию вчера, не слишком, знаете, развернутую, то у него проскользнули слова о том, что правоохранительным органам хочется найти источник радикализации. То есть ему известно, что что-то воздействовало на этого человека, что из-за чего-то произошло, произошел процесс его, знаете, исхождения в какой-то потусторонний мир его разума, я не знаю. То есть, опять же, много вопросов, нет ни одного ответа. И чем дольше это продолжается, тем сильнее повышается уровень тревоги у населения, не так ли? Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Вот человек, этот стрелок, имел порядка 40 стволов там. А что, никакой фиксации, сколько раз он покупал, не ведется? Вы купили пистолет, и можете завтра пойти опять купить? В принципе, да. Вы можете покупать пистолет, но не завтра, то есть, я не знаю, как в других штатах, но в нашем штате, во-первых, трое суток период, пока проверяется... Я вас слушаю. Да, пока проверяю. То есть, ты приходишь в магазин, предъявляешь фойт-карту, то есть, разрешение на хранение оружия, на приобретение хранения оружия, оплачиваешь стоимость оружия, которое ты покупаешь, и через три дня возвращаешься уже там, во-первых, делают, отстреливают патрон, делают баллистику, как бы регистрируют баллистику, во-вторых, должны проверить твой бэкграунд, что называется. То есть, посмотреть, числятся ли за тобой грешки, которые не позволяют тебе приобретать оружие, и так далее. Через три дня ты приходишь, забираешь свое оружие. То же самое происходит, на самом деле, вот эти мифы по поводу лупхолс на ган-шоу, это абсолютно ерунда, потому что один из своих пистолетов я действительно приобрел на ган-шоу. Я оплатил пистолет, получил квитанцию, через три дня я должен был ехать на ган-шоу, это был какой-то магазин оружейный, где-то в тьму таракань. Через трое суток я поехал в эту тьму таракань забирать свой пистолет. Так что это все в раке, что можно прийти на ган-шоу и спокойно без бэкграунд чек, без обход правил приобрести пистолет. Сергей, с другой стороны, послушайте, если человек, который хочет учинить злодеяния, является преступником, я не думаю, что его хоть что-то остановит. Это уже на самом деле так не работает, поскольку существуют законы о ограничении, хоть какие-то противовесы в отношении наркотиков. И что, от этого становится труднее добыть наркотики при сильном желании определенным людям, я так не думаю. Давайте попробуем поднять за ноги. Пожалуйста, вы в эфир. Да, здравствуйте. Женщина спрашивала о регистрации оружия. Все, которые за вторую поправку, они против регистрации, против того, чтобы правительство знало, что у вас есть, сколько у вас есть стволов и каких. Это не совсем так. Давайте-ка здесь разберемся. На самом деле, на уровне штатов все оружие регистрируется. Даже когда вы продаете и покупаете из рук в руки оружие, все равно заполняется определенная форма. А сторонники второй поправки Конституции и не без основания выступают против того, чтобы была федеральная регистрация оружия. Потому что есть подозрение, что как только на федеральном уровне будет иметь место вот это дейта, которое будет говорить конкретно у кого, где, кто живет, какое оружие и так далее, то какой-нибудь очередной Барак Обама и большинство, принадлежащее к демократам в Конгрессе и в Сенате, приведет к тому, вы помните, во время избирательной кампании Хилари Клинтон не раз ссылалась на положительный, в кавычках, опыт Австралии. Барак Обама об этом тоже говорил, как о положительном опыте. Работают. В которой в Австралии прошла конфискация оружия. Так вот, как только федеральные власти будут иметь такие данные, я думаю, очередной Барак Обама в Белом доме и демократа, демократическое большинство в Сенате, будьте готовы к тому, что вполне возможно, вполне допускаю, что пройдет конфискация оружия. Именно поэтому сторонники второй поправки выступают против федеральной регистрации оружия. Вот так я бы ответил на ваш вопрос. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое. Скорострельность, конечно, зашкаливает. Сколько оружия было задействовано? Тоже там стояло у него в номере 10 или 20. Сколько он задействован? Второй вопрос. Мы знаем, кто труп, но мы не знаем, кто стрелял. Вы имеете в виду, вы не знаете, что касается трупа? Кто стрелял в кого? Кто стрелял? Ну, очевидно, стрелял ли ПЭДОК или стрелял кто-то другой? Я думаю, что вот в этом заключается вопрос нашего радиослушателя. И справедливый вопрос. А сколько винтовок было задействовано при стрельбе? Вот это как раз те вопросы, о которых говорит Павел. К сожалению, официальные лица на эти вопросы не отвечают. Поэтому это прождает. Почему там было несколько вариантов оружия? Почему он не пронес, например, один автомат и безумную кучу патронов к нему? Почему он пользовался, по крайней мере, или почему были в номере обнаружены многие образцы оружия? Я этого не понимаю. Добрый день, пожалуйста, Филип. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Знаете, опять же, по поводу секьюрити-офицера. Он говорит, ну, в общем, мы слышали формат, что пахнет секьюрити-офицер. Смотрите, я не знаю, я не слышал, как он погиб. Если он погиб до того, когда он перевозил оружие или запущил стонар камеры, почему тогда, в принципе, ну, секьюрити-сервис, который работает в гостинице, не поднял файл? С другой стороны, я не верю, что он принимал участие в штурме тоже, потому что там был специально с вас. Знаете, никакой информации, может, вы имеете какую-то информацию? Что-то, знаете, такое, все покрыто мраком. Сергей, у вас есть информация? Спасибо за ваш звонок. Я тоже не могу детально рассказать, что произошло с секьюрити-офицером. Вообще, насколько я понимаю, во всех казино там довольно такая внушительная служба безопасности. И все это продиктовано тем, что крутятся колоссальные деньги. То есть, безопасность, служба безопасности не озабочена тем, чтобы обеспечить безопасность, хотя в том числе и этим, играющих в казино. Но вот в связи с тем, что там колоссальные деньги, там куча камер наблюдения, там каждый портье знает, может по лицу определить, кто выиграл, кто проиграл, по выражению лица. То есть, там работают действительно квалифицированные специалисты, потому что речь идет о колоссальных деньгах. И уж деньги, поверьте мне, люди деньги свои охраняют, охраняют их довольно серьезно. Поэтому, конечно, возникает вопрос, как же все это происходило на глазах у службы безопасности, у которой камеры натырканы в каждом углу. В каждом углу. И, Сергей, если нам говорят, что этот человек был аполитичным, который не имеет большого опыта в обращении с оружием, как он мог принести так много деталей в номер отеля и потом собрать это оружие, поскольку я не думаю, что он проносил все эти автоматы по частям. Я не знаю. Давайте привезу. Пожалуйста. Так много деталей. Так. Слушаем. О, я извиняюсь, заснул. Вы знаете, у меня действительно есть такой интересный вопрос, но почему-то никто на этот вопрос пока что, вот сколько я слушаю разных источников, я имею в виду и факс, и разные другие источники, никто не говорит такую вещь. Вот изначально было сказано, что единственное, как они узнали, где что-то происходит, я имею в виду вот в этом гостинице, это когда он настолько настрелялся, что там прямо дым... Сработала сигнализация. ...системы, да? Да. Я, насколько понимаю, в гостиницах, особенно в Вегасе, именно в связи с тем, что очень многие люди заканчивают жизнь самоубийством, стоят сенсоры на вот этих вот окнах. То есть мы их не видим, они, ну, достаточно высокотехнологичные. И вот у меня интересный вопрос. То есть сенсор на разбитие окна имеется в виду? Ну, конечно. Как только он выстрелил через это окно, тут же... Должен было сработать датчик. ...где-то должна была сработать сигнализация, что нарушена либо герметизация, я не знаю, на какую систему стоят эти сенсоры, либо нарушена целостность окна, либо нарушена герметизация и так далее. А вот тут никто почему-то не объясняет, почему вот это не сработало. Но второй вариант... А как вы объясните наличие двух разбитых окон? А я в том-то и дело, что я еще пока нет кого не видел четкого объяснения, что были такие разбитые. Вы имеете два окна на одном этаже, или вы говорите про этот четвертый этаж? Я говорю про четвертый этаж. На четвертом этаже самое интересное, пока что, кроме видео на Facebook, вот я очень внимательно, поверьте мне, я за этим слежу, я лично не слышал, что где-то кто-то подал идею о разбитом окне на четвертом этаже. Я, честно говоря, тоже не видел разбитое окно на четвертом этаже. Я читал теорию, что некая группа специалистов могла бы удалить это окно. Такое было бы в истории, в каком-то случае, какая-то арт-группа из Израиля, по-моему, снимала окно, снимала что-то, делала фотографии, потом поставила окно на место. Да, 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 да. И показывали, что якобы из этого окна идут вспышки, но пока что никто о разбитом окне не говорит. О разбитого окна не было. Еще одна вещь, про которую вот говорили в прошлом часе, человек там мне попытался возразить, в отношении того, что такое количество патронов невозможно выпустить за 10 минут. Я это все прекрасно понимаю, но пока что мы еще ни от кого не слышали четкого, точного количества выстрелов. Мы знаем, что он с собой якобы пронес там и то, даже эта цифра называется в разбежке там плюс-минус 200 патронов от 1400 до 1600 патронов. Но никто не говорит о том, какое количество выстрелов было произведено. Но они не могут на этот вопрос ответить, потому что они не знают, для этого нужно... Конечно, поэтому я говорю вот этому человеку, который мне пытался возразить, что невозможно выпустить такое количество за 10 минут. Мы не знаем, какое количество было выпущено. 1600 патронов, вот, кстати, вы упомянули, ты по цифру 1600 патронов, это то количество патронов, которое было наряду со взрывчаткой, обнаружено в его автомобиле. Вот там в автомобиле было 1600 патронов и плюс там что-то какое-то огромное количество взрывчатки... Абсолютно правильно, вы абсолютно точно сказали. Это то, что многие люди просто, они не... ну, не внимательно слушают то, что им говорят. Вот у меня вопрос был, то есть ответ еще на один вопрос, почему с ним было там примерно где-то 19 видов оружия, мы не говорим одинаковое, не одинаковое, но 19 единиц. Мы, по крайней мере, знаем четко, что то ли два, то ли три, не хочу врать, у него заели, именно из-за того, что он пользовал вот эту приставку. Вот этот человек, когда он разрабатывал вот эту операцию, я думаю, что он это все хорошо предполагал. Он понимал, что какое-то количество из присутствующего оружия будет непригодным. И поэтому он перестраховался и взял с собой там, я не знаю, 19 автоматов, 20 автоматов, неважно. Другой разговор. Вопрос, почему у него в машине оказалась взрывчатка? Опять же, версия специалиста, психолога, криминального психолога о том, что человек, который настолько четко готовился и имел представление, что он хочет сделать и как этого добиться, это тот человек, который ни в коем случае не собирался пока кончать жизнь самоубийством. Он рассчитывал, то есть его план был рассчитан так, что он во всей этой панике выйдет из здания, сядет в машину и еще нанесет какой-то ущерб. С одной стороны, да, это немножко такая фантастическая теория, но, если вдуматься в это, вот человек, который детально разрабатывает, который имеет детальный склад ума, он может развить события на 4, на 5, на 6 шагов вперед. А вы думаете, что у него есть этот математический склад ума? Вы думаете, что он способен, именно этот человек способен был на такую фактически военную операцию? Буквально. Да, это военная операция, другой разговор. Я не спорю ни с кем, тем, кто говорит, что у него была помощь. Я ни в коем случае не думаю, что он это все создал один. Я не знаю, сколько ему людей помогало, 5, 10, 20, может быть, один человек. То, что он один бы все это вместе не собрал бы, я извиняюсь за слово, в кучу, это я точно понимаю. Но, вот эти вот все теории, что там было 15 стрелков, там 5 стрелков, 10 стрелков, это, ну, это чисто такое, как это говорят по-русски, far-fetched idea, такая, ну, с дальним призором. Но, я вот, вот вопросы, на которые действительно хотелось бы получить ответы, это, первое, почему никто, они говорят, что они узнали только, когда был дым, разбили окно на 32 этаже, мандалы и бей, а может там кто-то выбросился из окна, а может там идет драка, кого-то убивают, и разбили, понимаете, это вот этот вопрос, или такой, легендумент. И что мне понравилось, это то, что этот, шериф, до тех пор, пока их не начали обвинять, кстати, тоже человек, который хотел со мной поспорить, он говорил, что вот, они там час, они сидят в машинах, друг с другом разговаривают, ребята, вы посмотрите на это видео, где полицейские бегут, они еще не знают, сколько стрелков, они не знают, откуда стреляют, еще точно, они бегут, спасибо большое, я должен остановить в этом месте, спасибо большое, я должен остановиться, потому что, спасибо большое, интересно, очень интересно, давайте мы сделаем небольшой перерыв, пару минут, после чего вернемся и продолжим. Давайте. www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации заменяет газетные издания, модные журналы и телепрограммы. Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Продолжаем нашу программу, и давайте, наверное, примем звонок радиослушателю. Начнем с этого, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Знаете, товарищ, поднял очень интересный вопрос по поводу прожарной сигнализации от рекавери. Я помню, когда информация с самого начала прошла, что где-то порядка 20 было рекавери в самом отеле, ну, может, это понятно, что там может быть и в коридорах и все, но также было где-то 15, и что-то в этом роде рекавери в его домах. А почему в его домах тоже бы сработала сигнализация, непонятно, что они штурмовали его дома, где они жили или что. Интересно. Вообще, действительно, вот отсутствие информации порождает массу слухов. А в социальных сетях каких только версий нет. Вот сейчас на Фейсбуке... Самые дики, самые неправдоподобные. И правдоподобные, и неправдоподобные, разные абсолютно. Вот, скажем, с веб-сайта politicalwellcraft.org материал называется, что заговор Las Vegas Plath Fickens план Стефана Педека принадлежит разведчику-контрактору из обамовской администрации. Я бы не удивился, абсолютно не удивился, что если это какой-нибудь глубоко законоперированный агент Deep State или Source, или так далее, который сошел с ума под воздействием этой коммунистической пропаганды, я бы абсолютно нисколько не удивлен. Если этим людям вдалбливают буквально каждый день по всем СМИ, что насилие в отношении консерваторов, республиканцев, сторонников президента Трампа не только допустимо, но и поощряется, то почему бы не предположить, что пара из них сошли с ума и отправились на эту охоту против консерваторов. Я бы был совершенно не удивлен, если бы это было так действительно. Но если вспомнить атаку Джеймса Хаджкинса, который ранил конгрессмена Скалиса, это такой типичный либерал, который проникся ненавистью к республиканцам, консерваторам, схватил автомат и пошел стрелять по политикам, по республиканским. И посмотрите, самое страшное, что это волна ненависти, насилия, она идет только из одной группы, от левых, от коммунистов. Когда вы видели, когда вы слышали о том, что какой-то консерватор взялся за оружие и ученил беспредел, не дай бог, что еще в отношении консерваторов, такого просто не бывает. Эта культура нетолерантности, эта культура такого фашизма, она проявляется только лишь у левых. И с этим надо бороться. Давайте принял следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филим. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сегодня просто в 12 утра прямо включил Раш Лимбо. Его первые слова были ну не помню в каком году, но этот пяток он был зарегистрирован как на голосование демократам. Вот вам и ответ. Кто был на концерте в основном республиканцы. Ну и туда наверное притянулись руки Хивари. Спасибо. То есть есть основания полагать, что все-таки некая политическая подоплека под этой трагедией все-таки есть. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Радио. Добрый день. Второй раз звонил вам извините меня, что занимает фир. А не разрабатывается ли такая версия, что этот судакин видел, а этот американец был просто подставкой. Ну эту версию ФБР сразу отмели, как бы, что... Ну отвеете, они отмели. Отмели, может быть, этот сверху в Вашингтон шло. Хотя такая версия существует, я тоже ее встречал, что, возможно, просто его подставили, так сказать, подложили. Один человек такой не может сделать, просто физически, не может сделать до 10 минут столько пуль выпустить. И почему-то ФБР... Его убили для того, чтобы скрипить всех следы. Он был приговорен. Почему-то ФБР потребовалось буквально 20 минут или сколько, чтобы выступить с опровержением, то они ищут два года или сколько влияния России в ход выбор и не могут найти. Больше года уже. Да. Больше года уже ищет связь Трампа с Кремлем, а вот тут они сразу определили, что никакой связи с ИГИЛом нет, это тоже вызывает вопросы. По поводу того, что ему кто-то помогал, даже шериф, который, как бы, очень обтекаемо говорил, очень сдержанно, и тот проговорился, что, скорее всего, он может предположить, или как-то так он сказал, что он не уверен в этом, но, во всяком случае, это наводит на мысль, что ему кто-то помогал. Вот кто помогал, пока не знаем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, я извиняюсь, последний звонок, сегодня клянусь. Просто я хочу подлить немножко масла в огонь вот в эту теорию по поводу ИГИЛ. Смотрите, ФБР полностью отмело эту теорию по поводу, то есть, из-за того, что они не нашли никакого вообще электронного следа его связи и его. Что само по себе настораживает. Вы понимаете, меня интересует другая вещь. А где, в какой книжке написано, что его должны были радикализировать где-нибудь в Сирии, в Ираке и так далее. у нас что, в стране мало радикалов, которые, то есть, мало вот этих рекрутеров, которые могли бы его радикализировать просто по СМС или там, то есть, они будут проверять номера телефонов, это понятно, связи и так далее. Но вот этот, вот эта идея, что нет, он не мог быть радикализированным, потому что он ни с кем по интернету не связывался, вот эта интересная мысль. Спасибо, интересно, спасибо большое. Так, ну что, перейдем к другой теме, что у нас происходит в правительстве? Да, вы знаете, сейчас тема кадровых престонавок, она занимает достаточно интересное место, но не по самой благоприятной и благоизвучной причине. Мы уже касались темы о том, что госсекретарь США якобы назвал президента тупицей в ходе совещания высокопоставленных чиновников, включая военных, это случилось в июле, и из-за этого, как стало известно буквально на прошлой неделе, между президентом и госсекретарем разгорелся, ну, небольшой, не то что огонь, но, по крайней мере, что-то там затымилось. Я не знаю, насколько это правда, я не знаю, насколько госсекретарь может представлять собой человека, который позволит себе так высказаться в отношении начальника и более того, президента. Я не думаю, что это достаточно, что это действительно так, я не думаю, что он по своему характеру, бывший директор, исполнительный директор Эксен Мобайл, я не думаю, что его склад характера позволил бы ему так высказаться в отношении своего непосредственного начальника. Я просто не считаю, что это так. с другой стороны, очень много людей представляют собой совсем другой характер, как только они разговаривают в различной обстановке. Они не совсем, то есть, они не совсем кажутся теми, кем они являются на самом деле, поэтому списывать такого тоже нельзя. Может быть, Тилерсон был разочарован, может быть, президент сказал какую-то сомнительную вещь, которая вызвала у него перепад такого давления. Это тоже может быть. Но, с другой стороны, подобные сплетни, подобный подрыв доверия, он играет на руку демократической партии, он играет на руку китайцам и прочим товарищам, которые хотят воспользоваться слабостью кадровых движений администрации. Поэтому, если Тилерсону придется уйти, я думаю, что в этом не последнюю роль сыграет эта перепалка. С другой стороны, посмотрите, когда он выступил с опровержением, он не заявил, что он не называл президента тупицей, он сказал, что он выше того, чтобы комментировать грязные сплетни и слухи. По сообщениям СМИ, подобное поведение не понравилось президенту, он считал, что Тилерсону следовало бы выступить с прямым опровержением, но из-за того, что этого не произошло, подобной новости было позволено занять верхние черты в новостных сводках. Это не есть хорошо. Да. То есть, вы предполагаете, что возможно какие-то изменения. Что возможно? Я думаю, да. И посмотрите, еще есть сообщение о том, что генерал Келли, который является начальником администрации президента, может покинуть свое место, поскольку якобы у него был скомпрометирован личный мобильный телефон, он мог попасть в руки недоброжелателям, и его могли прослушивать недоброжелатели. Возможно, он может уйти из-за того, что его антиконсервативный настрой, его попытки урезать круг общения президента, ограничить его более либеральными товарищами. Я думаю, это сыграет свою роль. Я надеюсь, что все-таки силы Беннона, силы Брейд Барта, силы Стивена Миллера, я думаю, что все-таки они пытаются направить президента на правильную руку. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день еще раз я к вам звоню. Знаете, что Трамп окружил себя людьми довольно-таки сильными, незарядными личностями. Отличал от Обамы, когда был его из которого стоит Керри, который вообще ничего не представляет из себя. Или Феллари, которая была, но, в принципе, постоянно больше всех летал. Он только занимался, летал по всему миру и все же. И поэтому, конечно, возможно, может быть, определен какие-то конфликты, это нормально, это рабочая установка. Но, с точки зрения, можно что-то и сказал в кавуарах. Вот, но на официальном уровне такое бы я никогда не сказал. Ну, я бы не стал так судить о Хиллари Клинтон. Все-таки она не просто так летала за время ее... Нет, я бы сейчас постойте, 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 дайте мне сказать. Дайте мне сказать. Дайте мне сказать. За время своих полетов она не просто так летала. Она налетала 2 миллиарда долларов в фонд Клинтонов, продавая интересы Соединенных Штатов. Так что, результаты налицо. Не, я имею в виду, не просто она так летала. Я в том отношении, что она не занималась политикой, и ей не было, в принципе, она занималась политикой в свою сторону. Вот об этом я и... Поэтому ей не надо было с обманом принципу ругаться. Вот о чем будет разговор. Совершенно верно. Понятно. Спасибо за ваш звонок. К сожалению, перестановки и не в лучшую сторону происходят и в нашем правительстве. Я имею в виду правительство штата. Вот, скажем, Брюс Раунер, который вдруг, то ли он упал с колокольни, то ли он что, вдруг его потянуло влево, да с такой скоростью, что просто уму непостижимо. Во-первых, подписал пару законов. Один практически сенчери-стейт и другой закон, когда налогоплательщики нашего штата будут оплачивать аборты государственным служащим за счет налогоплательщиков. Это такой шаг, который заслуживает специального приза демократической партии. Даже некоторые демократы оказываются идти на такой решительный шаг. А что же говорить о республиканце? Ну и вот последний его выход, не выходка, а решение это уволить своего чифа в стеф Кристину Расмуссен. Она является вице-президентом Палоси-институт. Консервативная, фискально-консервативная дама. Так вот, он ее увольняет. На ее место придет бывший Торни Роджер Хитон. То есть, он и в этом направлении пошел куда-то влево. Я не знаю, на что он рассчитывает. То ли он рассчитывает заручиться любовью леваков и выиграть выборы в следующем году. Но это же ошибка абсолютно. Это безумие. То ли это воздействие его либеральной супруги, которая, ну, как говорят, ночная кукушка дневную перекукует. То ли это вот действие его супруги на его поведение. Но он пошел резко влево. Я помню, наши либеральные друзья на фейсбуке просили нас прокомментировать. Вот, дескать, Брюс Раунер подписал закон. И так, типа язык нам показывает. Вот посмотрите, он же республиканец. Ну, вот слово республиканец в этом случае я беру в кавычки. И посмотрите, Сергей, как на этот шаг отреагировала либеральная пресса, которая восхваляет его как нового, знаете, пионера в гражданских правах. Он, дескать, поведет республиканцев в светлое будущее. Ну, такой бред. Ну, такие сплетни слухи. Об этом даже неприлично говорить. Послушайте, все, что касается продажной прессы, она сейчас будет ему петь осанну. До тех пор, когда пока не начнутся выборы. Когда, скажем, со стороны демократов определится кандидат на пост губернатора. Как только определится, пресса развернется на 180 градусов, обольет его по-моему с ног до головы, и он похож, либо это глупость такая Раунера, ну, собственно, тогда он заслуживает быть изгнанным из кресла губернаторов. Либо я не знаю, что, мне трудно объяснить, мне трудно найти логику в его действиях. Мне кажется, это то же самое, это то же самое явление, которое происходит в отношении других республиканцев, как только они попадают во власть, они становятся подвержены влиянию доноров, каких-то групп влияния, они, может быть, размягчаются в не самом хорошем отношении этого слова, в смысле этого слова. Поэтому такая ступень деэволюции, посмотрите на Джона Маккейна и Линдси Грэма, собственно, на чему удивляться. Ну, то есть, уважаемые господа республиканцы, можем точно, я могу с 80% уверенностью заявить, что следующий губернатор будет демократ, поскольку на праймарис навряд ли республиканец сможет одержать победу, поскольку в кубышке у Раунера колоссальное количество денег, навряд ли с ним кто-то сможет подтягаться, то есть, даже если кто-то попытается поучаствовать в праймарис, навряд ли ему это удастся, а потом, как логическое завершение, пресса выльет на него уши от грязи, смешает его с грязью, и какой-нибудь притскер станет губернатором штата. И причем, Сергей, посмотрите, он, наверное, думает о том, что осанны прессы помогут ему в будущем. Так те же самые люди, которые сейчас восхваляют его как республиканского пионера, стоящего в авангарде продвижения гражданских прав, те же самые люди завтра скажут, что этот фашист, который не дослуживает того, чтобы ему дали второй шанс, и вообще его отношение к женщинам, к меньшинствам и прочим-прочим чуть-чуть получше, чем у Гитлера. Понимаете? Мы уже проходили это столько раз, нечем удивляться. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 Вы знаете, я всегда голосовал за республиканцев, но в этот раз я буду точно голосовать за губернатора демократа только потому, чтобы не было раунера. Я как раз не против того, что он там оплачивает аборты. Я хоть республиканец, но я считаю, что это как раз не самое плохое. А то, что он сделал на штат Сенчуэри за Калифорнией. Вот это ему уже большой-большой минус. И Сергей правильно говорит, что он делает все последнее время как демократ. И еще маленькое это. За три года, что он сидит и губернатор стоит, ничего в нашем штате в лучшую сторону не изменилось. Ни бюджета, ни коррупции, ни уменьшения бюрократического аппарата. Он ничего не сделал. Так что зачем задумал голосовать? Понятно. Ну и еще я вам рекомендую каждому, кто пойдет голосовать, подумать о том, что недостаточно ли долго сидит, не через чур ли долго сидит в кресле спикера Нижней Палаты Законодательного Собрания Штата Майк Мэдиган. А для того, чтобы изменить эту ситуацию, там должно быть меньшинство демократов. Другого пути просто нет, потому что, скажем, вот в 59-м округе у нас Кэрол Сента, она такая вроде бизнес, у нее компания, правда, она став конгрессвумен, стала получать заказы от правительства, то есть зарабатывает деньги. И такая вроде про бизнес, рассказывает, что она делает все, чтобы помочь малому бизнесу, но тем не менее становится в шеренгу вместе со всеми демократами и голосует за безумные проекты, за бюджет демократов и так далее. То есть она вроде говорит одни вещи, а поступает совершенно иначе, потому что они все на коротком поводке у Майка Мэдигана. избавиться избавиться от него невозможно, потому что те деньги, те возможности, которыми он располагает, он может купить в своем дистрикте, в маленьком абсолютно дистрикте, каждого избирателя за наличное, или просто устроить, я подозреваю, что процентов 80 избирателей в его дистрикте работают где-нибудь на какой-нибудь правительственной работе, то есть халява абсолютная за счет налогоплательщиков, поэтому избавиться от него невозможно, избавиться от него как от спикера палаты, единственный путь, это чтобы большинство перешло хоть и к бестолковым, но республиканцам, тогда хотя бы есть шанс, что избавиться от Мэдигана как от спикера палаты, который не будет больше дергать за веревочки и управлять потихонечку из-под полы этим штатом, вот единственный путь. Добрый день, пожалуйста, Филин. Здравствуйте, знаете, я просто в ужасе, получается, что вот этим нашим левым штатом, типа нашего, Калифорния и Нью-Йорка вообще ничего не светит. Приходит демократ, творит чудеса, приходит республиканец и тоже творит чудеса. Вы вспомните Шварценхера, он же тоже правил как демократ. Это, я не знаю, это только вот Джулиани смог переломить Нью-Йорк и сделать из него что-то нормальное. Так у меня все время вопросы, можем ли мы пригласить во-первых, Джулиани на должность губернатора, или где нам можно взять своего ската Вокера, иначе нас ждет судьба Детройта. Вот это у меня такое впечатление. Чикаго абсолютно идет по пути Детройта и скорее всего закончит с тем же результатом. Уникальная вообще ситуация сложилась в Вискансине. Наш ближайший сосед. Действительно, штат, в котором зарождалось профсоюзное движение, штат, в котором губернатору удалось так сказать лишить профсоюз золотого дождика. Я в другом смысле золотого дождя. То есть штат, который пошел по пути, что если ты не хочешь быть членом профсоюзом, ты не обязан платить профсоюзные взносы. Да, кстати, этот вопрос, по-моему, будет обсуждаться в Верховном суде. Вот этот вопрос, что профсоюзные сборы будут делать люди добровольно, то есть не в обязательном порядке, независимо от того, поддерживаешь ты профсоюз или не поддерживаешь. Ты обязан платить, если ты идешь на работу, особенно в государственные учреждения, ты обязан платить профсоюзные взносы. Я думаю, что Верховный суд примет справедливое решение. Но как можно заставить человека платить взносы в компанию, которая действует вопреки твоим убеждениям, твоим интересам и так далее. Все. Я думаю, что Верховный суд разберется и тем самым подрежет вот эту мафиозную структуру. Что еще? Ну, конечно, после тех событий в Лас-Вегасе очередная волна наездов на вторую поправку Конституции. Тут и комики выступают безумные, наверное, очевидно, проконсультировавшись с Шмаком Шумером по этому поводу, как и по поводу здравоохранения. Тут и главный борец с сладкими напитками и с оружием Майкл Блумберг пообещал вложить такую же сумму, как вот соберется в группы, которые выступают за запрет оружия. Вот если они соберут деньги на борьбу с оружием, он пообещал мэчить, то есть положить такую же сумму на эту борьбу. Отлично. Да. И последний скандал. Вы помните, как возмущалась вся леволиберальность братва и нево-трамперы, которые, так сказать, как Трамп, помните этот ролик Кеннеди, который вышел о том, что Трамп, ну такой лакер-рум разговор был по поводу женщины, как возмущались все левые, все правые, нево-трамперы, что он по отношению к женщинам, что он такой-сякой. Вы помните, наверное, каким образом сожрали Билла Орали, так сказать, обвиняя его в сексуальных домогательствах, в неподобающем поведении. Эрика Болина сожрали на Факс Ньюс, тоже по этой же самой причине. И вдруг все либералы стали такими защитниками женщины, так до глубины корней волос возмущены вот этим поведением, неподобающим в отношении женщин, проклятых консерваторов. Один из могулов Голливуда сейчас оказался в центре внимания. Я имею в виду Харви Вайнштейна. Вайнштейна, да. Вайнштейн, который, так сказать, заправляет в Голливуде, играет значительную роль, большой поклонник Хиллари Клинтон, Барак, а вообще такой либераст до мозга костей. Так вот он оказался... Эталонный, эталонный, больше либералитов не делает. Да, 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 да. Так вот, несколько судебных исков возбуждены, поданы против него за вот как раз сексуальные домогательства и так далее, и так далее. Причем стало известно, что он достиг внесудебных договоренностей с многими артистами, актерами, имею в виду актрисами, и об этом написали в газете New York Times. То есть, товарищ, что-то еще извращенный, домогатель, и крайне такой половой распущенности. И вот эти самые актрисы, я не удивлюсь, если эти актрисы свою ненависть выплеснули, свою ненависть к Харви Вайнштейну выплеснули на Дональда Трампа. То есть, насиловал их Харви Вайнштейну, поскольку они от него получили бабки, они потом громко выражали свою, так сказать, ненависть и возмущение по поводу поведения Дональда Трампа, Билла Ралли и Эрика Болина. Вот интересно, как же молчит, леволиберальная братва молчит, то они смаковали все детали, все слухи, все сплетни по поводу республиканцев. А вот по поводу своего, так сказать, могула что-то молчат. Молчат. Никто не выскочил, не выступил, ни Мэрил Стрип, никто даже. Вообще воды в рот набрали и все, и ничего, как будто ничего не происходит. Сергей, а ведь в их мире ничего не происходит? Ведь в их понимании ничего не произошло, был какой-то неприятный момент, знаете, временные недостатки. Поэтому нечему удивляться? Собственно, ничего удивительного в этом нет. Это традиционно так. Вы вспомните скандал вокруг Билла Клинтона. Ну что ж, ну подумаешь, ну ладно, ничего. С кем не бывает. Да. Кого б вес не попутал. То есть, если ты демократ, тебе в принципе можно. Когда ты демократ, тут встанет вся эта шайка масс-мидия на защиту. Ну, не в том смысле, что они будут выступать, а в том смысле, что они будут молчать. То есть, такая будет тишина по этому поводу. А если в лесу упало дерево, но этого никто не слышал, значит, оно и не упало. Свои-то поймут. Да. И вот это их не возмущает. Это все в порядке. Но вот если ты, не дай бог, республиканец, вот тут тебе всех собак на тебя повешают. Это говорит о моральной вот этой неустойчивости, бедности моральной либералов. Потому что если возникает какой-то скандал вокруг какого-нибудь политика республиканца, то республиканцы не бросаются защищать своего, так сказать, по партии единоверца. Того, что совершил неправду. Нет. Вы помните, что произошло с сенатором Стивенсоном с Аляски, которого обвинили в том, что якобы он не задекларировал подарок какой-то строитель, а отремонтировал его дом и не взял деньги. И вот состряпали вокруг него целое дело. Сенатор вылетел из сената. Ну, потом, кстати, трагически погиб в авиакатастрофе. А потом... что случилось в Пенсильвании, когда человека вынуждены уйти на этой неделе? Это случилось из-за того, что он якобы попросил свою любовницу или подругу совершить аборт. Ведь его никто не защищал, никто не говорил, что он находился под влиянием чего-то, это семейное дело. Нет, ему можно было уйти, и он ушел, чтобы сохранить принципы партии. Да, кстати сказать, история со Стивенсом закончилась еще интереснее. Прокурор, который состряпал дело, это потом вскрылось, дело было сфабриковано, состряпано, покончил жизнь самоубийцам, самоубийством. Я уж думаю, не Клинтон Шелли помогла его покончить, ну, как обычно, традиционно, двумя выстроенными в затылок, покончил жизнь самоубийством. Как это бывает с теми людьми, которые переходят Клинтону на дорогу. К сожалению, времени больше не осталось, давайте мы в следующий раз вернемся, может быть, поговорим об этом. до следующей встречи. Спасибо, Павел. Слушайте Народную волну 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. RadioNBC.com